Депутаты Народного Собрания Гагаузии Депутаты Народного Собрания Гагаузии Здравствуйте, спасибо за приглашение, за возможность пообщаться Наверное много сказано и написано о причинах того, что происходит в Народном Собрании Которое является нефункциональным Хочу сказать, что в принципе избрание руководства в коллегиальном органе Это обычная демократическая процедура Но так получилось, что в этом именно Сузове она очень затянулась Это не первый раз, в четвертом Сузове была аналогичная ситуация Несколько месяцев не избирали руководства Но тогда не были события такими драматичными, как сейчас То есть, во-первых, сейчас и пандемические, и, соответственно, экономические кризисы И рост цен И на стыке 2021-2022 года это произошло То есть, Высшая Судебная Палата отменила важные законы для наших предпринимателей О патенте, о фиксированном налоге Мы новые законы не можем принять из-за того, что нет руководящего состава И рабочих органов Народного Собрания Бюджет на 2022 год остался нерассмотренным и неутвержденным Это очень печально, мы в Новый год вошли без бюджета Приходится работать по прошлогоднему бюджету Да, получается временный бюджет И вот получается вот такой коктейль вот этих важных событий А в то же время Народное Собрание не функционально И это, конечно, негативно сказывается и на развитии автономии И на отношении сообщества к происходящему Поэтому, конечно, каждый из нас испытывает горечь от того, что происходит так В чем причины? Ну, конечно, я свое мнение скажу Возможно, оно субъективное Мне кажется, что уже настолько процесс затянулся Что ГГУская автономия, она все-таки президентская автономия Ну, не президентская, у нас глава автономии является высшим должностным лицом И, наверное, то, что происходит в автономии Связано с тем, что целая ветвь власти законодательная не функциональна Прежде всего ответственность несет глава автономии И мне кажется, что намного больше усилий необходимо Главе автономии осуществить для того, чтобы этот институциональный кризис прекратить Я приведу один пример Вы, наверное, освещали Глава автономии вышла с несколькими законодательными инициативами На уровне правительства Но, если будем искренними, все эти законодательные инициативы Которые являются важными и актуальными Они требуют своего закрепления на уровне парламента Республики Молдова Вы знаете, что единственная площадка диалога между Кишиневым и Камратом Это рабочая группа между парламентом и Народным собранием ГГУЗИ Для того, чтобы глава автономии воплотила в жизнь эти идеи, которые беспокоят ГГУЗское сообщество Необходимо их лоббирование, продвижение на законодательном уровне Через народное собрание? Через вот эту платформу рабочая группа Народное собрание, парламент Республики Молдова Но, учитывая то, что народное собрание находится в таком дисфункциональном состоянии Мы даже не можем делегировать своих представителей состав рабочей группы Между парламентом и Народным собранием И получается парадокс, когда мы всегда апеллируем Кишиневу Что нам нужен диалог, нам нужна площадка, где мы можем решать проблемы, которые у нас имеются И в то же время даже не делегируем своих представителей Потому что делегирование представителей от Народного собрания Осуществляется постановлением Народного собрания Которое невозможно принять в условиях отсутствия председателя Народного собрания И получается, что вот эти инициативы главы автономии Которые имеют, еще раз повторю, важное значение Они невозможны для дальнейшего продвижения Без того, чтобы было дееспособное Народное собрание Поэтому мне кажется... Они могут остаться только на бумаге? Абсолютно верно И мне кажется, что главе автономии, который является руководителем ГАГУЗИ Главой ГАГУЗИ, да, по-настоящему И видя, что происходят такие неправильные события на уровне законодательного органа Нужно предпринимать больше усилий и нести большую ответственность за то, что происходит Но усилия какие? Вмешаться в избрание руководящих органов? Это имеется в виду или как? Усилия... Вот знаете, когда в семье что-то происходит не так То в первую очередь глава семьи должен разрешать эти проблемы Потому что делать вид, что проблемы нет Может привести к тому, что проблема станет необратимой То есть ее уже будет невозможно решить Мне кажется, что глава автономии может разные способы применять Разные механизмы, в том числе приглашение руководителей существующих групп Диалог, поиск решения Потому что в принципе ей решать проблемы социально-экономического развития ГАГУЗИ Без функционирующего законодательного органа невозможно Более того, если говорить открыто В нынешнем народном собрании есть депутаты Которые близкие по духу, по политическим воззрениям главе автономии И которые в принципе могут сыграть важную роль в том Чтобы сформировалось хотя бы ситуативное большинство Для того, чтобы создать рабочие органы Но мне кажется, пока для главы автономии Почему-то выгодна вот эта ситуация Связанная с недееспособным народным собранием Ну, было обращение главы автономии к депутатам? Да, было обращение с философским таким контекстом Но мне кажется, здесь нужны не абстрактные какие-то А настоящие действия, направленные на консолидацию законодательного органа И для того, чтобы он стал работоспособным Почему я думаю, что выгодна эта ситуация для главы автономии? Пока Потому что, во-первых, глава автономии созывает первое учредительное собрание Народного собрания, которое еще не завершено Но мы не видим присутствия главы автономии на заседаниях Чтобы она участвовала, подсказывала, рекомендовала какие-то действия депутатам Народного собрания Второе, при такой ситуации, когда недееспособное Народное собрание Исполнительный комитет, состав исполнительного комитета предыдущий Осуществляет свою деятельность и дальше То есть мы не можем переизбрать, утвердить новый состав исполнительного комитета Согласно закону, вы должны переизбрать и утвердить новый состав исполнительного комитета? Да, согласно закону, первое учредительное состояние, когда заканчивается Созданы рабочие органы На первом же очередном состоянии Народного собрания утверждается новый состав исполнительного комитета И еще одно важное, вы вначале правильно подметили, что бюджет не утвержден и фактически вводится в действие бюджет 2021 года. Мы неоднократно обсуждали, в том числе на платформе общественного телевидения, я высказывал свою точку зрения, что бюджет 2021 года, в котором были прекращены, приостановлены программы по питанию старшеклассников, по освещению населенных пунктов, по финансированию пожарных постов в населенных пунктах, он носит антинародный характер и вот этот бюджет, который такой негативный, мне кажется, имеет эффект для Гагузии 2021 года, автоматически перешел на 2022 год, потому что Народное Собрание не имеет возможности его рассмотреть, внести коррективы и утрудить в другом формате. Давайте нашим телезрителям скажем, в случае, если 1 февраля будет избран председатель Народного Собрания, руководящие органы, тогда депутаты Народного Собрания могут рассмотреть бюджет на 2022 год с изменениями и добавлениями? Значит, когда бюджет на 2022 год поступил в Народное Собрание Гагузии, это было в декабре 2021 года, ряд депутатов, в том числе я, представил свое официальное мнение, свои поправки к этому документу. И в принципе, вот если 1 февраля случится то, о чем вы говорите, и будет председатель Народного Собрания, будут рабочие органы и Народное Собрание начнет полноценно функционировать, я бы председателю будущему Народного Собрания подсказал бы некую карту деятельности, первых шагов. То есть первое, это проведение публичных слушаний и утверждение бюджета на 2022 год, второе, это проведение публичных слушаний и утверждение новых проектов законов о предпринимательском патенте и о налоговом свидетельстве, это делегирование 7 представителей Народного Собрания Гагузии в состав рабочей группы, почему 7, потому что 7 со стороны парламента Республики Молдова, это утверждение нового состава исполнительного комитета Гагузии, ну и дальше уже поэтапная деятельность, согласно плану законотворческой деятельности, которую мы тоже обязаны утвердить для того, чтобы системно работать. Но вот эти первые шаги, они настолько уже актуальны, что даже уже время проходит. В случае, если не избрание 1 февраля опять руководящих органов, что тогда будет? — Понимаете, вот это неутверждение председателя Народного Собрания, что фактически знак равенства к нефункциональному Народному Собранию, она вот этот ворох проблем, они все закручиваются. — С снежным комом собирается. — Да, с снежным комом, очень правильное сравнение, лавинообразно будут эти проблемы нарастать. И в обществе, которое, в принципе, делегировало своих представителей Народного Собрания, уже есть какой-то элемент досады, отчаяния от того, что происходит. И люди постепенно начнут задумываться вообще о необходимости депутатов Народного Собрания, о их роли в развитии местного сообщества, о их роли в решении задач. И самое главное, умелые политики будут использовать этот момент для дискредитации Народного Собрания, не лично Тарнавского или каких-то депутатов, а в целом как законодательного органа. И это очень опасно, потому что, в принципе, мы всегда говорим, и я думаю, что справедливо, что автономия — это большое достижение народа, который здесь проживает. Это, в принципе, пример для многих, как надо было разрешать конфликты, как нужно в унитарном государстве существовать представителям нетитульной нации, развивать свою культуру, свой язык и вообще экономику, социальную политику для населения. И вот в то же время вот эта дисфункциональность законодательных органов, когда эти полномочия полностью на уровне ГАГУЗИ, да, то есть это исключительно наша компетенция формирования Народного Собрания, руководящих органов, рабочих, и мы, получается, недееспособны в этом плане. И мне кажется, что это вот имидж ГАГУЗИ будет от этого страдать и на центральном уровне, и среди международных партнеров. Я, если я много говорю, вы меня остановите, но вот рабочая группа, которая между парламентом и Народным Собранием, мы же знаем, что это продукт большого внимания со стороны внешних партнеров к процессу, да. И мы знаем, что, прежде всего, правительство Швеции очень большие усилия предпринимает, потому что проект CMI, который способствует этому процессу, финансируется шведской стороной. И я думаю, что люди находятся в определенном недоумении, когда вот создана эта платформа. Это довольно сложно, да, потому что, ну, разные были моменты взаимодействия Камрата и Кишинева, но вот создали эту платформу. Насколько она эффективно действует и неэффективно, это немножко другой вопрос. Главное, что есть вот эта площадка. Жители хотят видеть постоянно результаты и, как вы сказали, эффективность этой рабочей группы. Абсолютно верно. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, давайте и нашим телезрителям. Вот в чем заключается роль депутата Народного Собрания Гагаузии? Спасибо за вопрос, потому что 30-летняя история гагаузской автономии, да, в принципе, она еще мало дала ответов для наших жителей. А в чем отличие депутата Народного Собрания от главы автономии, от исполнительного комитета, от примаров? Потому что зачастую даже мы где-то, когда вот баллотируемся в депутаты Народного Собрания, немножко путаем людей, да, вот в своих обещаниях делать тротуары, водопроводы, заниматься канализацией. И у людей путается вот отношение к власти, кто за что ответственен, да. Поэтому прежде всего, ну, по крайней мере, я на своем округе старался быть искренним с людьми. И, конечно, вот когда встречался с людьми на встречах, 80%, наверное, вопросов было связано вот с этими бытовыми вещами. А что будет сделано? Тротуар, да, дорога беспокоит. И я пытался вот людям объяснить, что есть компетенция примара местных советов, есть компетенция законодательного органа. И я вот так, если упрощаю эту систему, говорю, вот вы выбирайте своего представителя в Народном Собрании Гагаузии для того, чтобы он решал проблемы автономии на уровне Республики Молдова. Да, вот пытался как бы людям подсказать. На самом деле, конечно, депутат Народного Собрания — это представитель народа в законодательном органе автономии для продвижения законодательных инициатив, для осуществления мониторинга за деятельностью исполнительной властью, за представление интересов Гагаузии на национальном и международном уровне, и там, конечно, где есть интерес народа Гагаузского для развития каких-то внешнеэкономических связей. Александр Григорьевич, на последнем незакрытном учредительном заседании 25 января некоторые депутаты выступили с предложением, с инициативой, как вы выше сказали, то есть представить чаяние населения, а самое последнее, что интересует, это счета за газ. Была такая инициатива отправиться в группу депутатов на переговоры в Российскую Федерацию. Насколько это легитимно, насколько это правильно, чтобы это исходило от нас, от Гагаузских депутатов, и насколько результативность таких переговоров, на ваш взгляд? Спасибо за вопрос. Постараюсь его раскрыть. До заседания Народного собрания я поделился с коллегами проектом обращения в адрес посольства Российской Федерации, в адрес посольства Турецкой Республики и в адрес представительства Европейского Союза, делегации Европейского Союза в Республике Молдова. Примерный текст обращения сводился к тому, что гагаузский народ, гагаузи находятся на пороге демографической катастрофы, гуманитарной катастрофы, потому что то, что произошло с тарифами на энергоресурсы, когда более чем двукратный рост произошел стоимости, мы уже не говорим про другие инфляционные процессы, в принципе ставит людей на грань выживания. И согласно расчетам, которые я привел, вы знаете, что государство, правительство компенсируют стоимость первых 50, стоимость вторых 100 кубических метров потребления газа, выплачивая определенную компенсацию, для того, чтобы вот эти 11 леи СНДС было чуть меньше для людей. И в принципе около 500 леи, 537 леи, если быть точными, каждому абоненту государство оказывает финансовую помощь. Это, конечно, ограниченная помощь, она недостаточна. И мной был предложен механизм, чтобы ГГУская автономия могла такую же аналогичную помощь оказывать людям, тогда бы немножко проще было бы людям оплачивать эти счета за газ. Речь идет о пятимесячном периоде в отопительный сезон, это около 5 миллионов долларов США, если переводить валюту. И смысл обращения был заключен в том, чтобы российская сторона, либо турецкая сторона, либо европейская делегация оказали единовременную гуманитарную финансовую поддержку бюджету ГГУЗИ для того, чтобы можно было создать аналогичный механизм компенсации тарифов на газ. В принципе коллеги изучили это предложение, но это нормально, что не было поддержанной идеи в таком формате. Главная суть в том, что даже несмотря на то, что мы дисфункциональны пока, но люди-то нам доверили мандаты, мы являемся депутатами. Они ждут вашей работы. Это, конечно, непрямая компетенция депутатов, это то, о чем мы с вами говорили выше, но тем не менее мы представители народа, которого находится на грани гуманитарной катастрофы. И поэтому Сергей Константинович ПАЭШ предложил идею о том, чтобы делегировать трех представителей Народного собрания ГГУЗИ в Москву, в Российскую Федерацию для возможных переговоров по оказанию поддержки, связанному с ростом цен на энергоресурсы. Я взял слово и поблагодарил его за идею, потому что без инициативы ничего невозможно продвигать. Другое дело, насколько она эффективна, может ее надо дополнить, улучшить. Главное, что есть инициативность. И предложил единственное, что давайте не будем делить на друзей и недоброжелателей. Если у Российской Федерации не будет возможности оказать поддержку, аналогичные просьбы озвучить и в адрес турецкой стороны, и в адрес европейской делегации, потому что нашим людям, наверное, не так важно, откуда будет оказана помощь. Главное, чтобы она была оказана. И поддержал идею, что нужно сформировать эту делегацию и с мандатом поддержки голосов депутатов Народного Собрания они могли без траты средств бюджета сделать несколько зарубежных воежей для того, чтобы решить эту проблему. Единственное, я искренне скажу свое мнение. Началось обсуждение, и некоторые коллеги предложили персонализировать эти трех человек. В частности, автора идеи Сергея Константиновича, руководителя группы Дмитрия Георгиевича Константинового и руководителя другой группы Виктора Николаевича Петрова. Почему эти три фигуры, мое личное мнение, но Сергей Константинович как автор идеи, и в принципе мы знаем, что хорошие отношения у него с Российской Федерацией, какие-то бизнес-проекты общие. Что касается Дмитрия Георгиевича и Виктора Николаевича, это, наверное, два самых ярких номинанта на роль председателя, потому что в основном они как бы выдвигались и набирали 17-16 голосов, то есть пользуются определенным доверием и авторитетом. И поэтому формировать группу из этих трех человек для того, чтобы они репрезентативные были и могли представить мнение гагузского народа, в данном случае через народное собрание на высоком международном уровне. Мне кажется, что коллеги немножко как бы восприняли идею не совсем глубоко и сказали, ну почему эти три человека, давайте мы предложим других, и немножко это превратилось в такую ироничную ситуацию. Ну на самом деле утвердили других, то есть Петр Виктор Николаевич сохранился, добавили еще двух представителей. Я могу пожелать только успехов этим людям, чтобы у них получилось. А можем ли мы ожидать результата? Ну в принципе идея была выдвинута для того, чтобы, это же не просто для того, чтобы какой-то пиар-ход сделать и отметиться в средствах массовой информации, что депутаты народного собрания переживают за гагузский народ. Я очень надеюсь на то, что это действительно сделано с стратегической далеко идущей целью для того, чтобы поехать объяснить ситуацию, потому что мы же все живем в этой стране, в этой автономии и будем искренними. Практически это становится невозможным, чтобы люди оплачивали счета за коммунальные услуги. Мы уже не говорим про бизнес, который может просто остановиться. Больше чем зарабатывают. И мне кажется, что вот эта экономическая ситуация, точнее коммерческие отношения между Газпромом и Молдова-Газ, в конечном итоге, если это тут какая-то политика, то чтобы показать Молдавии, что неправильно ведут себя на политическом уровне, на самом деле эта политика не ударит по руководству Молдавии, она ударит по молдавскому народу, частью которой является гагузский народ. Поэтому мне кажется, это неправильно. Александр Григорьевич, мнения разделились. То есть кто-то поддерживает это решение, кто-то негативно высказывается, кто-то говорит, ну пусть поедут, приедут, увидим. Нам удалось сегодня связаться с политологом. Хочу предложить послушать его мнение. Будьте добры, пожалуйста. Я думаю, это приведет к дипломатическому конфузу. Это в каком-то роде даже подстава, грубо говоря, российских партнеров. Ну, с любой точки зрения, ну невозможно добиться, рассчитывать на какие-то серьезные результаты. Просто потом в курилках российских ведомств это будет рассказывать какой-то анекдот. Это пятно на имидже региона, я считаю. Вот такое мнение политолога, вот разделяете? Каждое мнение, конечно, требует, во-первых, уважения к высказанному, но тем не менее я все-таки верю в искренность этого стремления для того, чтобы разблокировать ситуацию и помочь. Единственное, вот в том обращении, которое я с вами говорил, которое я отправил своим коллегам, я попросил направить его в адрес главы автономии, исполнительного комитета, чтобы, если есть искреннее желание консолидировать усилия, отбросив какие-то сейчас политические пристрастия или другие пристрастия, действительно, главе автономии, объединившись с представителями депутатов, ну, я имею в виду ряд, тремя депутатами Народного Собрания, за которыми стоят определенные силы, я имею в виду консолидации депутатов Народного Собрания, объединить эти усилия, чтобы голос автономии был услышан на международном уровне, потому что в соответствии с законом об основном правом статусе Гагузии, Гагузия имеет право участвовать в внешнеэкономической деятельности в интересах гагузского народа. По-моему, здесь это как раз и происходит. И в этом обращении, которое я отправил своим коллегам, я ушел от острых углов, кто виноват в этой ситуации, почему это произошло, то есть не вынося ссоры из избы, да, то есть нашего государства, не обвиняя никого, все-таки попытаться вот без какого-то камня за пазухой, да, решить проблему, которая реально беспокоит людей, потому что, ну, если уйти от красивых фраз и говорить искренне, еще раз повторяюсь, мы находимся на грани большого кризиса. Александр Григорьевич, также на заседание было предложено пригласить к нам с визитом президента Республики Молдова Майя Санду. Вот ваше мнение, может быть, действительно она должна приехать, так как приехала, когда вышли с инициативой Ассоциация Примаров? Спасибо, очень хороший вопрос. Опять же, мое мнение, немножко ретроспектива, что было до этого. Наше первоучредительное заседание состоялось 12 ноября 2021 года. И вы знаете, я вот искренне не хотел тогда делать из этого конфликт или раздувать проблему, но спросил коллег, которые занимались организацией этого первоучредительного собрания. Мне кажется, что элементом дипломатии и этики было приглашение на первоучредительное заседание Народного собрания президента Республики Молдова, премьер-министра Республики Молдова и председателя парламента. Даже если убрать сторону, что Народное собрание это законодательный орган, то хотя бы надо было пригласить председателя парламента Республики Молдова. К сожалению, я рад был бы ошибиться, но официальных приглашений руководству Республики Молдова отправлено не было. Меня еще тогда это насторожило, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы приглашать руководителей страны. И хочу сказать, что по практике у меня третий мандат. Всегда первоучредительное заседание приезжал один из первых руководителей страны. Это правильно, потому что мы автономное образование в составе унитарного государства. И, наверное, это показатель отношения центральных властей к автономии, к ее проблемам и возможностям для развития. К сожалению, почему-то официальный Камрад не направил приглашение официальному Кишиневу. Поэтому сейчас коллега, который озвучил идею приглашения президента. Во-первых, президент это все-таки представитель исполнительной власти. Мне кажется, что намного более важен диалог на официальном уровне между главой Гагузии и президентом Республики Молдова. То, что мы хотя бы должны пригласить председателя парламента Республики Молдова. И нам не надо стесняться, что у нас происходят события, что мы не можем избрать. Есть официальный этикет. Хорошо, а кто должен пригласить председателя парламента? Народное собрание, руководящего органа пока нет. Смотрите, мы же утвердили троих представителей для диалога с Москвой и с Европейским Союзом с Республикой. То есть это просто голосование. Председатель сущий подписывает соответствующий документ. Это можно как-то официализировать. То есть процедуру можно не то что придумать, провести. И мне кажется, это идея вообще хорошая, чтобы приглашать руководителей нашей страны. Это наша страна. В принципе, мне кажется, что проблема, которая сейчас в Гагаузии, проблема с институциональным кризисом Народного собрания, это проблема и Кишинева на самом деле. Потому что в одной из основных частей молдавской семьи есть проблема. И я вот как раз о том, с чего мы с вами начинали, что глава Гагаузии, если проводить параллели с семьей, если что-то не так, так и на уровне Кишинева. Не надо замалчивать проблему. Не надо, конечно, и голословно критиковать, и злобу источать, но в то же время идентифицировать проблему, искать в войск ее решения, как на уровне Кишинева, так и на уровне Камрата обязательно. Вы сказали злобу, постоянно транслируя все заседания Народного собрания Гагаузии и минувшего Созова, и этого Созова. Мы, вот и мы, и жители прям чувствуют вот это, я не знаю, как даже назвать, негативное отношение к друг другу, постоянные реплики в адрес друг друга. Насколько это этично проводить в таком законодательном органе, когда каждого из вас делегировали люди. За каждым из вас стоит энная сумма жителей вашего округа. Почему так происходит? Не пора ли все-таки перевести Народное собрание на профессиональный уровень? Вы знаете, вопрос очень актуальный. Я всегда начинаю с того, что у нас парламент Гагаузский состоит из 35 депутатов. По моему личному мнению и опыту, с которым я работаю, это очень много для автономии. Мы даже уже нарушаем закон, что должно быть не меньше 5000 избирателей на каждом округе. И давно нужно реформирование Народного собрания, меньшее количество депутатов Народного собрания. Но сейчас работаем с тем, что есть, с тем законодательством, что есть. Я хочу сказать, что 35 депутатов, так получается, что мы представляем все свои округа. Мы все разные. Это избранники народа, у которых нет критериев, что они должны иметь высшее образование. Или какие-то другие критерии, которые могут очертить силуэт этого кандидата. Но этот созыв может такие критерии, с такой законодательной инициативой выйти, чтобы работали на профессиональной основе? Я вас перебиваю. Как раз это вопрос в тему. Я продолжаю, подойду плавно к этому. Поэтому не надо критиковать людей, потому что они разные. Мы неисполнительный комитет, где есть глава ГГУЗ, есть члены исполнительного комитета, которые четко вертикально подчиняются руководителю. Здесь все одинаковые, все с равным мандатом, все со своими эмоциями. И, в принципе, тут и роль средств массовой информации, в данном случае я не имею в виду компанию ГРТ, когда выхватывают из контекста только что-то грубое, неприятное. И вот создается вот эта иллюзия, вот этого немножко хаоса, неуважения друг к другу. На самом деле в составе 35 депутатов Народного собрания, может быть, 2-3 человека позволяли себе какие-то, может быть, не совсем этичные высказывания. На самом деле это подавляющее количество ведет себя очень здраво и по-человечески друг к другу, человеколюбимо относятся друг к другу. Поэтому мне кажется, вот этот негатив надо его немножко в скобки брать и меньше на него обращать внимания. А в целом это представители народа, это представители общества, это зеркало общества, правильно вы сказали, того, которое есть. Поэтому надо, уважая друг друга, мы уважаем тех людей, которые стоят за этим избирателем. Поэтому я думаю, это временные процессы, много людей новых, недавно пришедших, может быть, пока не своей тарелки. И я и коллегам своим, которые с большим опытом, тоже иногда прошу, ну не подчеркивайте, что кто-то там столько мандатов, кто-то первый раз пришел. Все учатся, и наоборот, нас всегда учили, что надо руку помощи, да, вот тем, кто первый раз пришел. И где-то научить не надо, наверное, люди все взрослые, ну подсказать, немножко объяснить ситуацию. Поэтому я думаю, что с этикой все исправится. Потому как мы, я говорю еще раз и повторяю, мы все ваши заседания, то есть заседания народного собрания, мы транслируем на канале ГРТ. На одном из последних заседаний, Александр Георгиевич, хочу спросить вас, почему постоянно в адрес общественной компании поступают такие замечания, что мы не даем площадку, мы не транслируем, хотелось бы защитить свой канал и то место, где работает большое количество профессионалов и выполняют свою работу. Вот почему? Почему так происходит? Ведь мы показываем, мало того, что мы показываем в прямом эфире, мы еще и даем в повторе людям, если не успели днем посмотреть, чтобы могли посмотреть в вечернее ночное время. Спасибо за вопрос, тем более, что на последнем заседании эту мысль я озвучил, и хорошо, что вы задали, потому что могу раскрыть, что меня беспокоит. Во-первых, пожелание некоторых моих коллег, что при трансляции, заседании народного собрания, немножко недостаточно выраженный звук, и многие выступающие депутаты, слушатели не могут услышать четко, о чем они говорят. Это, видимо, какая-то техническая проблема, а техническую проблему не можем в полном объеме устранить, потому что финансирование очень маленькое и низкое. Я просто озвучиваю те предложения, которые поступали. Потом некоторые коллеги говорят, что прямое эфирное радио ГРТ, и вот этот, когда не видно лиц выступающих, и вот этот хаотичный обмен мнениями иногда тоже создает такое негативное отношение к народному собранию, как к некому хаотичному органу. Я как бы коллег тут понимаю, с другой стороны понимаю и компанию, которая в прямом эфире осуществляет и видео, и радио трансляцию. Ну вот со стороны, получается, немножко искажается то, что происходит в народном собрании. Теперь возвращаясь к тому, что я сказал про компанию, я сказал, что есть люди, которые нежелательны в компании, которым не всегда дают возможность выступить. Я в данном случае имел нынешнюю ситуацию, не ситуацию несколькими месяцами раньше. Я говорил о ситуации, которая сложилась в мае прошлого года, когда бурно обсуждался бюджет на 2021 год, когда у меня было мое личное мнение, которое я высказал на застане народного собрания. И я хотел его, пользуясь платформой компании, которая имеет широкий доступ к слушателям, к зрителям, объяснить, почему у меня была такая позиция. И, к сожалению, у меня тогда не получилось выступить в мае месяце для того, чтобы вот ту актуальную ситуацию разъяснить, связанную с бюджетным процессом. Я хотел, в принципе, мы с вашей коллегой Татьяной Самойловой проводили встречу, извините, пожалуйста, с Тавиловой проводили встречу, точнее эфир по этой ситуации. Я высказался тогда, не хочу к прошлому возвращаться, я еще раз повторяюсь, и в письме, и высказанном, и сейчас скажу, что состав компании ГРТ состоит из очень профессиональных и порядочных людей, но все-таки, и правильно поправили меня ваши коллеги, не телевидение или радио не предоставляют возможности выступать тем или иным депутатам, а телевидению и радио политики, и, скажу честно, это исполнительный комитет в Аглесбашкан, не дают возможности иногда выступать на злободневные темы. И хочу сказать, что мое личное субъективное мнение, что компании стараются со стороны главы автономии и сполкома влиять в том направлении, чтобы не показывать проблемы, не показывать слабые места в Гагузи, а вот создавать иллюзию, что вот все хорошо, все получается, все идет правильно. Здесь не хочу я с вами согласиться, потому что в наших и новостях, и программах мы об этом говорим. И больше могу сказать, у нас есть программа «Прямая линия» каждый понедельник, мы работаем в прямом эфире, приглашаем депутатов принять участие, но всегда сталкиваемся с проблемой, что, ну, может быть, в силу занятости, может быть, в силу того, что из разных населенных пунктов. Ну, отказывают нам. Конечно, эта тема может быть другой программы. Нет, чтобы вы правильно поняли, я не хочу критиковать, я хочу просто идентифицировать проблему для того, чтобы мы ее вместе обсуждали и ее решали. Потому что я вам просто как пример приведу, несколько эфиров смотрел у вас с главой автономии, мне показалось, что вот настрой этих программ был вот такой радужный, да, что все хорошо, что нет проблем, нету негативных событий, над которыми нужно. Я свое, как бы, мнение говорю, и вот освещение в новостях, что глава Гагузии посетила Вулканежский лицей, лицей Именевску, детский сад номер 5 Камрад, то есть лучшие образовательные учреждения в Гагузии, которые привлекли много инвестиций, которые стали очень эстетичными, комфортными. Но почему нету визитов в Феропонтьевскую гимназию, в гимназию Дизгинжи, где есть проблемы, где их нужно освещать, что кровли текут, что нет детей. Вы понимаете, не все учебные заведения в силу того, что сейчас карантин, до этого, не все нас принимают и не дают просто возможность посетить эти учебные заведения. Я даже правильно восприму, если вы не разделяете мое мнение, да, но я просто с большим уважением к маме отношусь и хотел искренне себя вести, не обходя какие-то углы. И хочу сказать, что все достижения, которые есть у власти, их, безусловно, надо показывать, потому что неважно, какое они большое или маленькое отношение имеют к происходящему, но это происходит на территории Гагузии, это, безусловно, нужно показывать. Но нужно показывать и проблемы, которые есть. Не потому что снижать рейтинг или показывать что-то в негативном свете, а быть объективными, открытыми с местным сообществом для того, чтобы все получали достоверную информацию и знали, что происходит на самом деле. Ну, мы так и стараемся работать, и так и работаем. Хотелось бы еще совсем, еще последний вопрос задать. Программа, конечно, из-за рамок временного не разрешает еще много вопросов подготовленных задать, но все-таки хочу и людям, и чтобы вы сказали, что нам ждать дальше. 1 февраля будет у нас председатель народного собрания, руководящие органы. Потому что выше вначале мы говорили, что собрался большой снежный комок, цены на газ, патенты, ситуация с ковидом, школы, карантин. Вот все больше и больше с каждым днем все больше и больше проблем появляется. А люди на вас смотрят с надеждой. Вот если искренне неравнодушным взглядом и высказать свою точку зрения, еще раз повторю, что, мне кажется, более созидательную роль в этом процессе может играть глава автономии. Мы перед вашим эфиром пообщались с вашими коллегами на предмет, а вот с патентобладателями, что происходит, и как людям решать эти проблемы. И я очень, мне кажется, обозначил важную вещь. Влияние общества на происходящее. Вы знаете, что в Чудунге совсем недавно был митинг. Воскресенье будет в Камраде. Сказали, 200-250 человек присутствовало на митинге. То есть митинг не для того, чтобы кого-то оболгать, кого-то, наоборот, пропиарить или какие-то другие негативные выводы сделать из этого. А для того, чтобы больше местное сообщество, больше общество влияло на политиков, на депутатов Народного Собрания, на исполнительный комитет, тех, кого они избрали. Тогда, мне кажется, если этого влияния будет больше, то и депутаты Народного Собрания более ответственно будут относиться к той миссии, которая возложена на них избирателями. Я надеюсь, что все-таки вот это противостояние между законодательной и исполнительной властью не будет. Вы будете работать... Одно искусственное. Его и не должна быть идиллии и любви. Да, это все-таки органы власти. Должен быть, даже если это критика, она конструктивна для того, чтобы решать общие проблемы. Но и не надо искать каких-то идиллических отношений между исполнительными и какими-то Народными Собраниями. Это тоже неправильно. Но если будет все идеально, будет жить некомфортно. Подводя итог нашей беседы, хочу сказать, что депутат Народного Собрания — это представитель народа, который осуществляет законодательные полномочия и работает на своего избирателя, который был делегирован в Народное Собрание Гагаузии. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях в программе интервью недели был депутат Народного Собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Я вас благодарю за интересную беседу, за конструктивные ответы и надеюсь на то, что и дальше будете работать для народа, для жителей Гагаузии, для жителей Молдово. Спасибо. 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 Спасибо.